Батя Константинович! Батя, вы здесь? Затёк, ты где? Я здесь, Батя Блокричуйся А что это вчера было? Я не знаю, но мне так плохо было только когда я первый раз ТикТок-Верещук увидел. Давай вспоминать. Что вспоминать? Я ничего не помню. У меня такое только тогда, когда я спирт с пивом мешаю. Так. А спирт с пивом я мешаю только тогда, когда абсент пью. Так. А абсент я пью только в двух случаях. Либо на свадьбе, либо на похоронах в конце пьянки. У вас вон помада. Это точно были линии похороны? Ты еще молодой. Вот будешь ходить по похоронам, поймешь, что там всякое бывает. Это интересно. Вот вообще ничего не помню. А! Не, помню, как меня акушер по заднице шлепает. Ничего себе, у тебя память обнулилась. Что прям 30 лет вылетело. Не, он меня шлепает по заднице и говорит, мужчина, выйдите, нельзя на чужие роды смотреть. Ой, короче, что-то у меня совсем эта картинка пьянки не складывается. Включи телек. Посмотрим, что там по новостям, что произошло зато. Ты что, зеркало включил? Какое зеркало, Константинович? Это... Это телевизор. Это... Так, поклацай. Та я классы. Та что такое? Нас на всех каналах показывают. О, нормальный канал. Хоть что-то не про нас. Хоть тут нас не показывают. В эфире «Сніданок» с 1 плюс 1. И с вами Руслан Сенечкин. Та Людмила Барбір. Доброго ранку. А він нарешті дійсно добре, бо закінчилися ці пекельні вихідні. Звісно, що в 2020 році щонедень, то просто... Але це вихідні... Перевершили ці сподівання. Це происходит. По-моему, Верховна Рада розрешила материться. Всі обговорюють взяття Євгена та його тестя Юрія Костянтиновича, п'яні дії яких призвели до перемоги Пальчевського на виборах в США, повстання тіктокерів в Північній Кореї, весілля Дорофеєвої і Чапкіса та легалізацією ликослів'я. Ти що-то зрозумів? Я зрозумів, що походу воска прям зовсім дуже пальонова була. Отже, все почалося у п'ятницю, коли Євген на підпитку почав дзвонити президенту та вимагати від нього зняття заборони на продаж алкоголю після 23-ї години. Ні, Женя, я не згоден. Я не згоден. Откуда у тебе номер президента? Откуда-откуда? От верблюда. Нагадую, зловмисники отримали номер президента як вимогу за звільнення захопленого ними в зоопарку верблюда. Не отримавши бажаного, молодики вирішили особисто показати своє невдоволення пану Зеленському. Вийди, 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 господи, який терпеливий людина. І сталося від молодиків і київській владі, яка і ввела заборону на продаж алкоголю. Не витрачайте грошей на розпосюдження брехні і маніпуляцій. Предвіляйте, будь ласка, свої конкретні здобутки та програми. Бо ми в мене вже питали піска сенсаційність публікації в ЗМІ. Господи, як же стидно, Константинович, який позор. Головне президенту тебе не стидно показувати, а меру стидно. Та ні, я просто вспомнил, що мер в відповідь почав то же саме показувати. Далі вони вирушили в найближчий магазин без заборони на продаж алкоголю, який виявився в місті Гомель Республіки Білорусь. Нафіга ми в Білорусі-то поперлись? Ну там різниця во времені, ми просто, щоб успіти, бухло купити. Константинович, у нас з Білорусі і немає різниці во времені. Ну як це немає? Коли у нас вже 23.00, у них ще 94-й рік. П'яні чоловіки були затримані і відправлені в Мінськ на виховну бесіду. Я ведь не контролюю вас, з кем ви випиваєте, з кем ви в баню ходите, з кем ви розмовляєте. Але що стосується п'янки, ви маєте знати свою світу, ви маєте знати, з кем, де і скільки. Після бесіди молодики були депортовані під збройним супроводом назад до Києва, до проспекту Перемоги. Ближче, ближче до проспекту. Ось якому таксисту я п'ять звездочек поставив. І до новин спорту. О, хоч що-то не про нас. Тест Юрій Костянтинович зірвав матч Україна-Франція. І на сьогодні все. З вами були Людмила Барбір та Руслан Сенічкін. До зустрічі в сніданку з 1-1. Харагандин. Господи, Константин, що тепер з нами буде після всього цього? Ну, судя по тому, що ми з тобою натворили, по нам тепер партия «Слуга народу» плачет. Ілі тюрма. Господи, хоч бить, Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ох, ее женщина, вы кто? Валера, ну ты даешь Ну ты юморист Это что, реально желание сбылось Ничего себе, это же сама Даша Оставьева И вот это день фартовый Это же надо, в супермаркете купил крабовые палочки А в пачке вместо девяти десять штук А потом Клементину, как обычный мандарин пробил Что никто и не заметил А теперь вот жена сама Валер, все в порядке? Вот сейчас прям вообще все в порядке Валерчик, да что ты на меня так смотришь? Лучше налей жене, Новый год все-таки А, да, 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 да Да не шампанское, Валера Мы же уже встретили Новый год Коньячку уже не плесни Коньячок шо, будет следующего года ждать? Да давай больше лей Трехзвездочный как-никак Шо, в год лучше был? Он прям вот с каждой минутой все лучше и лучше Ну давай, говори тост Значит, шоб... Хотя нет, теперь осталось только шоб деньги были Давай Тебе даже это идет Дай я тебя обниму Так, Валер А шо случилось? Ничего, а шо? А шо такое? Просто ты меня последний раз обнимал в 2009 году И то наспор Так, бля, ничего не случилось Все нормально, Даша Ой, Лариса, Лариса Лариса, извините Нет, точно что-то случилось Ой, мам! Ты шо, загадал, шоб я стала Дашей Астафьевой? Если быть конкретным Вот если прям слово в слово То я загадал, чтоб у жены внешность была как у Даши Астафьевой Вот так Ах ты шаромыга Ах ты псина неблагодарная Мужичара ты кабелиная Астафьева ему захотела А подожди Надо было загадать еще, чтоб и речь как у Астафьевой была Это получается, я реально теперь Астафьева, да? Да А где грудь моя? У меня шо, грудь пропала? Не-не-не-не, Лариса, она чуть выше Вот тут, да Не, ну с ума сойти Я, конечно, с тебя офигею Шо у тебя за кумиры? Ну шо тебе с этой Астафьевой, а? Пху! Ни слуха, ни голоса А Астафьева ж всегда выезжает только за счет своей фигуры Вот шо ты пялишься, а? Шо ты пялишься? А я просто никак нарадоваться не могу Шо теперь в инстаграм буду выкладывать не только фото с рыбой Ай, надо в Коблево поехать Какое Коблево? Мы там ни разу не были А теперь будем такую жену не стыдно и в Коблево свозить Блин, шо ж мне на работе скажут? Ничего, скажут, шо первый раз им Даша Астафьева кефир пробивает Я сейчас Ты куда собрался? Я сейчас подарок пойду поменяю Я ж как бы тебе купил трусы А сейчас как бы надо трусики Вот, поэтому... Стоять Лучше подумай, как ты вот это все нашему сыну объяснять будешь, а? Так объяснить, как бы тут дело простое Как жить в семье, где сын и муж хотят мать Слушай, я прям весь горю уже Может в спальню, а? Ага, сейчас Два чуда за одну ночь не произойдет Согласен, рановато Рановато и вряд ли тебе понравится, когда я во время секса буду Отворачиваться к иконе и говорить спасибо, господи Спасибо тебе Не знаю Шо тебе в этой Даше Астафьевой нравится? Ти шо? Татуировки нравятся или шо? Да А шо? Тогда что, зачем ты мою татушку просил свести? А просто у Даши на спине понтер набита А у тебя на плече профиль аллегровый был Вот поэтому Ой, шо с тобой разговаривать? Пойду, лучше на кухню жарко я проверю Ну ни хрена себе Э! А где Даша? В смысле? Какая Даша? Ты шо, нажралось уже, да? Идем Шуку фаршировать будем А Астафьева будет? Ты шо, придурок? Какая Астафьева? Она быстро иди Шуку фаршировать Шука сама себя не зафарширует Лариса, не кричи! Лариса, не кричи! АПЛОДИСМЕНТЫ Вашему смену Евгений Кашево и Юрий Ткачин И непревзойденная Даша Астафьева АПЛОДИСМЕНТЫ Мы продолжаем На свадьбе дальнобойщика Свидетель сидит не справа от жениха А спит сзади Как известно, свадьба дело хлопотное Но самое сложное Это заполнение пригласительных на торжество Смотрим Да, моя хорошая Где ты так долго ходишь? Привет, любимый Слушай, я еще на маникюре В общем, задерживаюсь Ты все успел? Да Я там забрал твое свадебное платье Из салона Потом договорился За банкетное меню В ресторане И свадебный кортеж Тоже там дал задаток уже Какой ты молодец Слушай, надо для гостей Заполнить пригласительные на нашу свадьбу Слушай, ну двенадцать ночи Я вырубаюсь уже Давай завтра это сделаем Ну какой завтра? Ну и так уже неделю с этим тянем Ну что ты не заполнишь? Ну во-первых, я уже большую часть заполнила А во-вторых, я же сказала Я на маникюре задерживаюсь Такое ощущение, что эта свадьба нужна только мне У тебя тоже такое ощущение? Что? Ничего, ничего Сейчас заполню Кому писать? Ну посмотри, кто там по списку Ну родственники твои Бабушка Варя Ну пиши Что писать? Ну пиши, уважаемая У-ва-жа-емая Блин А ну глянь, как-то странно получается Что странно? Зачем ты написал, уважаемая? Ну ты ж сказала Ну тут же в открытке уже написано, уважаемая Ну так и об этом же Так ладно, все Бери другую открытку, пиши заново Только нормально пиши А не стоит по 200 грн каждая А, тогда пишем на этой Что на этой? Ну ты же ее уже испортил Да ничего я не испортил Будет дважды уважаемая От тебя и от меня Тем более смотри, как красиво звучит Уважаемая, уважаемая Коряво звучит Добавь хотя бы пре Ты уверена? Да пиши давай, ну Дальше что? Что дальше что? Ну уважаемая, уважаемая пре Что дальше? Ты что глупый или что? Не там пре Я имела ввиду преуважаемая Блин, Лен, ну 12 ночи у меня башка не варит уже Ну, сейчас исправлю Уважаемая, уважаемая преуважаемая Бабушка Варя Какая бабушка Варя? Это официальное приглашение Пиши Варвара Ордолеоновна Вар, Вар, Вара, Варя Как, миллиардеровна? Ордолеоновна Айдар Ну какой Айдар? Орда Ордар Ле Ли Леон киллер Ле О Ле Леоновна Леоновна Орда Леоновна Блин, что за отчество? Да нормальное отчество Ее папа Ордолеон Евпатевич Да он же ж двух родственничкам Ордолеоновна 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 Преуважаемая Варваря Ордолеоновна Без Ордолеона Ордолеоновна Евпатича или Еча Господи Ладно Оставь этот пригласительный Я сама бабушке потом напишу Пиши дяде Митя Ну тут хоть попроще Так А Точнее Уважаемый А зачем ты это пишешь? Ну чтоб не получилось Уважаемая дядя Митя Поэтому пишу А точнее Уважаемый Там есть пригласительный Там есть пригласительный для мужчин Господи Возьми новую открытку Потом докупим Да Сейчас Я тебе за 200 гривен Лучший свадебный букет куплю Так Так Уважаемый Уважаемый А точнее Уважаемый Так Дядя Митя Митя Так Митрофан Какой Митрофан? А как? Митрофан? Ты что не знаешь Как моего дядю зовут? Ну дядя Митя Это для нас он дядя Митя А зовут его Миртимир Улукбекович У кого? Улукбекович Господи боже мой И Гульнара Эскендеровна Из чего? Эскендеровна Тетя Гуля Его жена Они из Узбекистана приедут Да подождите с тетей Гулей Дай с дядей Митей твоим разобраться Так Так Мир Темир Подожди Так он получается дядя Миртя? Так не умничай Слушай Давай пиши Так Мир Те Рим Темир Мир Те Рим Темир Улук как? Бек Бекович Улук как Бекович Игуана Игульнара Игульнара Из КНДР Искендеровна Ровна Так Что дальше писать? Ну что там указано? Ну Приглашаем вас принять участие в нашем Ну? Ну что в нашем? Ну свадебном торжестве Ну так и сказала бы Свадебном Как правильно? Торжестве или торжестве? Какое проверочное слово? Торт? Да Торт Жир В Жир В Штве Дальше что? Которое состоится в Ну пиши В Октябре В каком Октябре? Которое состоится в Название ресторана Так возьми новый пригласитель Да подожди, тут легко исправляется В октябре-сторане Как ресторан называется? Юность Юность Метро Дорогожичи Ух ты, как совпало Метро Дорогожичи Что совпало? Что? А ну покажи мне Ну что, ну вот Ну что ты написал? Что я написал? Ну что значит Дорогожичи Мертимир Улукбекович Гульнара Искендеровна? Бери новую открытку, заполняй заново Кому? Улукбековичу? Нет, сама ему заполнишь Дай мне кому-то попроще Ну пиши Петровым Петровым, так, уважаемая Лена, а как их зовут? Кого? У Петровых Юра, мы с ними два года живем на одной лестничной площадке Ты не знаешь, как их зовут? Ну не знаю я Ну а как? Их зовут Так, давай вспоминать Петровы погнали на шашлыки Петровы, приглядите за котом Ну вот походу у них нет имен Они всю жизнь Петровы Ну должны же быть у них имена Может Катя и Сережа? Может Катя и Сережа Но выглядят как Тамара и Валера Так ладно, хорошо, я узнаю, как их зовут, потом заполним Пиши, тетя Люди Какой тетя Люди? Ну той, которая говорила, что мы с тобой не пара И хотела, чтобы я вышла замуж за ее сына Даже так? Хорошо Уважаемая Людмила Как ее отчество? Олеговна Оле Говна Как скажешь Так, как ее фамилия? Кузько, но фамилию писать не надо Чему же не надо? Пусть будет Так, блин Мягкий знак пропустил Так, что дальше писать? И Филипп Филипп это за которого ты должна была выйти замуж? Ну да Ага И Филипп Филипп с двумя П Ага Филипп с двумя П Как его отчество? Геннадьевич Геннадьевич Так, приглашаем вас принять участие в нашем сьюрочкой событии Которая состоится вопреки вашим коварным планам Так Так Число месяц Значит 20 октября 2020 года Ты написал где? Напишу В республике Чувашия Так, есть Последний пригласительный остался Кому писать? Последний? Да Тогда моей крестной пиши Крестная это та, которая кроссворды любит разгадывать постоянно? Да, да, да Елена Ивановна Уважаемая Елена И В В В В А как все сходится? Евгений Петрович Ага Е В Е Ни П П Ре О Не подходит Он точно Петрович? Ну да Тогда Евгений не подходит Либо он Петрович А как их фамилия? Петренко А, тогда все сходится Петренко А здесь Петер Ов И Покажи мне Покажи мне, пожалуйста Что? Ну вот, я запомнил Зачем ты эти ребусы тут нарисовал? А что ребусы? Это кроссворд Я уверен, они оценят наш, ну, как бы, креатив наш оценят И вообще, давай уже, пожалуйста, заканчивай Ну спать хочется просто, реально Пиши Что писать? Так, приглашаем вас принять участие в нашем свадебном торжестве Торжестве Так, которое состоится в ресторане Так, юность, юность Напишем так ПЕРИОД ЖИЗНИ МЕЖДУТРАЧЕСТВОМ И ЗРЁЛОСТЬЮ ШЕСТЬ БУКВ А зачем ты это пишешь? Ну чё, она не догадается, что это юность, что ли? Слушай, ну давай ты это заполняешь, потом поешь Да я сейчас быстро бутик съем, ну чё ты в самом деле? Блин Что такое? Тише, да всё нормально Так объясни мне, что там Всё хорошо Так покажи, что ты там сделал Да ничего я не сделал Покажи, я сказал Ну ляпнул немножко, ну чё, специально, что ли? А вот можно было есть так, чтобы не капать? Да если б ты мне на мозги не капал, а я, может, и не капнул бы А, то есть это ещё я и виновата, да? А что я виноват, что у твоих родственников трёхэтажные имена? У меня всё проще Папа Паша, мама Маша, дядя Дима, тётя Тина Им не надо ничего писать, достаточно просто позвонить Сейчас так и сделаю Алё, мам Приходите к нам на свадьбу А, вы уже спите? Ну как проснётесь, приходите Всё, давай, целую, пока Всё, Лен, спокойной ночи, я спать Папа, это я, Коля А, Коля, это ты Я просто подушку тебе пришёл поправить А, шо ты хотел, Коля? Пап, я хотел поговорить с тобой Так как со мной можно разговаривать? Я ж тиран, хапуга Ты насмотришь с этих телеграм-каналов на ночь, сам поверишь Ну так шо ты хотел, Коль? Я хотел поговорить серьёзно, по-мужски По-мужски? Молодец, иди сюда, садись на коленку, поговорим по-мужски Ай, ой, коленки ещё после встреч с Путиным болят, извини Ну так шо ты хотел, Коля? Пап, ну не держись ты за эту власть Так я не держусь, Коля Я уже давно её кому-то хотел бы отдать, ты шо? Ну так сказать, повесить усы на гвоздь Да Мне надоело, надоело быть сыном такого президента Я согласен с тобой Сыном императора или царя Хочешь быть? Я сейчас устрою быстро Да не в этом дело, я хочу жить как дети других президентов Какие, например? Ну как дочь Путина, например В смысле, с сиськами, что ли? Да не в этом дело, хочу жить как свои сверстники Хочу ходить на митинги, кричать Жыве, Беларусь! Тихо, тихо, сказал назад, ушли быстро, это свои Свои ушли отсюда Ты шо делаешь, а? Ты зачем их провоцируешь, я тебя спрашиваю? А что они творят на улице, ОМОНовцы твои? Не надо наговаривать на правоохранительные органы Они все правильно делают Как говорится, моя милиция меня бережет Вот твои протестующие займеют себе свою милицию Она их будет беречь А это моя Пап, надоели насмешки Вот эти насмешки, посмотрите Небрачный сын пошел В небрачный сын пошел Оля, я тебе уже давно говорил, я тебе обещаю, я больше не буду так про тебя говорить Да ну садись, расскажи, что тебя еще беспокоит, давай Пап, я уже взрослый Я девушку хочу О, вот оно что Ну так мы сейчас это быстро решим Есть очень много красивых, молодых, проверенных девчат Пап, я не хочу после тебя Ну Коленька Что Коленька, мне 17 лет, я Коленька Я просто тебя люблю, поэтому так называю Понятное дело, но в паспорте-то я тоже Коленька Ну Коленька, ну что ты Ну расскажи, может, с кем общаешься? Не, не с кем даже пообщаться Прям так не с кем пообщаться Ну в интернете я там общаюсь С кем? Ну есть девочка там одна Как зовут? Оля Коваленко Олька Коваленко Так это же я, только под другим именем, Коля В интернете под другим именем тянет тебя ко мне моя кровинушка Папа, у меня совсем нет друзей, это ненормально Нет друзей, мы сейчас быстро это поправим Сколько тебе надо друзей? Пять, десять, взвод, рота Мы сейчас решим А ну-ка, дайте нам десять друзей, да понадежнее, давайте Все, тихо, все, стоп Пап, я хочу нормальных друзей Эти не нравятся? Нет, конечно Пошли вон, наркоманы, проститутки, быстро отсюда Зря ты, Коля, так наговариваешь на отца Я же все для тебя делаю Хочешь Теслу? На тебе Теслу Катайся, радуйся Папа, БелАЗ с солнечной батареей на крыше, это не Тесла Боже, ну что ты такой прям Пап, я хочу посмотреть, как люди живут в Европе В Европе? А не вопрос, сейчас мы это устроим тебе быстро, вы двое, идите сюда Вот тут становитесь Целуйтесь давайте А ты смотри, как люди в Европе живут, давай Не надо, пацаны, я передумал, все, не надо Передумал, идите отсюда, давайте, вперед Передумал Пап, а давай убежим, а? Что? Давай убежим, тебе пластическую операцию сделаем Какую? Усы избреем, например Да ну ты что, Коля, я даже не знал Не, ну реально, давай убежим, сделаем новые документы, тебе, мне, мамке А мамке-то зачем, ее и так никто не знает Даже я Говорят, что она была ОМОНовцем дальнего плавания Папа, ну отдай ты власть Тихановской Катай ко мне, ты мне сын или нет, что ты такое говоришь, Коля? Власть Тихановская, где это видно, что у нас в Белоруссии вместо батьки была тетка? Это что тебе, Таиланд, где батька может стать теткой? Точно, Таиланд, давай сбежим в Таиланд А ну, Коля, я даже не знаю, как бежать, правильно Ну, в интернете давай посмотрим Точно, молодец, Коля Ты голова, Коля Так, смотрим в интернете, где, куда смотреть, скажи, Коля Голова, Коля, с этого дня назначаю тебя министром по ноутбукам, давай Все, понял, давай, вводи запрос Так, вводим запрос Как убежать из страны? А ну Советы блогеров, ютуб-канал «Ростовский ниндзя» А ну, посмотрим Всем привет, с вами Федорович, ростовский ниндзя И сегодня я вам расскажу, как правильно сбежать из страны Для этого вам понадобится Страна, две штуки Патриотично настроенные офицеры Личный вертолет И 12, ну плюс-минус, миллиардов долларов С такими деньгами вам проще будет найти Патриотично настроенных офицеров Это что-то не то, Коля Вот и что есть Блогер под ником Кокетка2014 А ну, давай посмотрим Всем привет, с вами снова я, Федорович Ростовский ниндзя Я забыл пароль от своего того старого канала Поэтому завел себе новый Значит, в своих прошлых видео я рассказал вам Топ-7 лучших вариантов побега из страны Сегодня рассмотрим восьмой Бюджетный Побег на страусы Да ну, это никуда не годится Какие страусы, Коля Ты видишь, интернет никакой пользы твоей не приносит Одну чушь люди несут Папа, да благодаря интернету я много чего нового узнал Чего ты нового узнал? Например, что Беларусь не круглая Что нету 11 заповеди голосуй за Лукашенко Что на кресте не наш прадед висит И на секундочку, папа Оказывается, Криштиану Роналду не мой дядя Я согласен, с дядей Кришти я перегнул Ну, я же все для тебя делаю Ну, чего ты обидел? Ну, Коля, ну Ну, хочешь, в сорта картошки поиграем? Нет Ну, хочешь, я покажу тебе, как трактор работает? Не хочу Я сказал, нет, папа Ну, все тихо Ну, что ты расстраиваешься Я сейчас подниму тебе настроение Смотри Сейчас для тебя споет твоя любимая группа Квин, что ли? Секундочку Алло, надо Квин А, это мы его Он сам Когда? Давно Ага, понял Коля Квин не может Но зато сейчас для всех и для тебя Споет группа, которую нужно слушать на расстоянии На безопасном для нашего с тобой здоровье расстоянии Современный театр очень далеко ушел от театра классического И чтобы в этом убедиться, предлагаю посмотреть яркий фрагмент Из современной театральной постановки Внимание на экран Итак, представьте Родители Родители театралы Воспитанные в классических традициях театра Посетили этот спектакль В котором их сын сыграл главную роль Смотрим Горе-то какое, Кешенька Господи, стыдно-то как Да А это правильно я? В лорнет на спектакле узрела, что вот этот вот с трубой на причинном месте Это был наш Лёвушка АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Грёбаный стыдц АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, знаешь, честно признаться, думал, будет хуже. Третий инсульт, он ведь вообще редко переносится. А тут нашего дедушку Карла так быстро скорая забрала. Дай бог, память потеряет, чтоб не помнить всего того, что сегодня увидел. Да что ж ты говоришь такое, Кешенька? Ты лучше подумай, как нам теперь в свет появиться, что люди-то подумают, что скажут. Ну, полно, полно, Варюшка, полно. Может быть, чаю, а? Может, чаю. А может, лучше водки? Да-с, пожалуй, лучше водки. Да, сейчас. Есть, родимая. Есть она. Ну что, по половинке? Да полно, полно по половинке, по полной лень. А, да. Ой, противно-то как. Говори. А водка ничего хорошего. О. Наверное, Левушка. Это же наша гордость пришла. Кешенька, я прошу тебя. Наследник династии. Кеш, не заводись. Наш Лев, Лев Иннокентич. Лева, ну давай не будем сегодня. Нет, я его в дом не пущу, все. Лев, ну это, ну конечно, это же сын наш, Лева. Пойду открою, а то, не дай бог, соседи увидят, стыда не оберемся. Маменька, папенька, боже, какой день. Я счастлив. Я в шоке, вы понимаете, это бенефис. Куча цветов, куча аплодисментов, боже. А что вы такие грустные? А у нас, сынок, сын умер. Ой, папенька, со своим юмором, как всегда, не томите. Расскажите, как вам наша современная постановка Дни Турбиных? Так это были еще и Дни Турбиных. Мам, ну ты хоть скажи, не молчи, как тебе? А я скажу, Левушка, ты знаешь, я пока смотрела ваш спектакль, я вспомнила, Лева, как я тебя рожала. Да, и несмотря на то, что спектакль шел два часа, а роды длились двое суток, в тот раз мне было не так больно, Лев. Маменька, ну я серьезно, ну вы поймите, это современная постановка. Да, я все понимаю, Лева, я понимаю, что театр начинается с вешалки. Но зачем же ты, сын, по этой самой вешалке два часа железной трубой фигачил? Современный молодежный театр, я так и знал, что вы ничего не поймете. Бить или не бить, вот в чем вопрос. Лева, ну-ка прекрати немедленно. Не думала, что когда-нибудь скажу это, но лучше бы ты с наркоманами по подъездам шлялся, а не с ними на одной сцене выступал. Маменька, что вы такое говорите? Нет, ну серьезно, вы не понимаете, после этого спектакля прям посыпались заказы. У меня куча работы, и я, кстати, небольшая халтурка появилась в что, где, когда. В интеллектуальном казино? Любопытно, и что за халтурка? После фразы «Внимание, вопрос» выхожу я и... Квартал 95. Лично пришли, просили меня сняться в заставке. Ха-ха, интересно. Не верите, смотрите. И сразу заиграла, ну! Там тебе и место! А все они там такие, да. Послушайте, ну не, ну серьезно, куча работы. Помимо вечерних спектаклей, я теперь работаю в тюзе. О, кстати... Племянниц, передайте завтра в 11.00 утра. Колобок. Что? Левушка, позволь предположить. Детский спектакль «Колобок». Так называется, потому что вы приделываете главному герою колу колобку. Лева, ну колобка-то оставьте в покое, а детей-то зачем терзать? А вы не понимаете, это современное искусство. Еще раз повторяю, посмотрите хотя бы эскизы к новым спектаклям. Сказка о рыбаке и рыбке. Закинул в нее, вот не рыбача. Понятно. Ну-ну-ну, что еще? Ну, что, не знаю, вот репка. Тянут, потянут, главная роль. Так, дальше давай. Ну, не знаю, вот. Что это? Фанвизин, недоросль. Тут, ну, и так понятно. Да, про Чехова. Не забыли. Моя любимая роль, «Вишневый сад». Кошмар. Немножко поменялись. Это все, я надеюсь? Нет. Вот еще. Это, я так понимаю, тоже Чехов? Три сестры? Ну вот, бать, начинаешь разбираться в современном искусстве. Все, не могу я так больше. Голова разболелась. О, боже мой, опять, Кешенька, сейчас. Сейчас мы тебе что-нибудь холодное колбу приложим. Холодное, бать, держи, давай, чуть-чуть немножко. Давай, остыло пока все. Убери это! Не сметь! Хотел помочь просто, я не достал. Все, с меня довольна. Я, я глава семьи, и вот мое слово. Вон из моего дома! А, никуда он отсюда не пойдет, Кеша. Знаете что? Я уже взрослый. Я сам решу, что мне делать. А я сам уйду из этого дома. А пусть идет, Кеша. До свидания. Иди, иди. Не, не понимать, не разбирайтесь в современном искусстве. Он уйдет, перестань. Светуст, обнимусь. Что ты делаешь? Так, что ты делаешь? Перестань. Так, иди сюда, никуда я тебя не пущу. Стой, стой. Не трожь ты, это дерьми. Это не дерьми, это труболубь. Это современный. Ой, труболубь. Дедушка. Дед вернулся. Парюшка. Дедушка, как? Парюшка. Тебя выписали. Слава Богу. Да. Все хорошо. Да. Дед, ну ты хоть скажи, как тебе премьера, как спектакль? То действо, которое я сегодня наблюдал на сцене, я могу описать лишь двумя словами. Стыд и срань. Вообще-то стыд и срань, Дед. Не в этом случае. Не заварись, это у тебя больной степень. Пошел вон тебя, дочь! Уталей, я не верю!